семь правил по работе с возражениями приветствуем в этом уроке if a system продолжает тему работа с возражениями обсудим почему нужно говорить не то что вдруг пришло в голову а то что нужно верно и правдиво чем отличается эффективные ответы на возражения от неэффективных и что же представляет собой семь правил которые помогают количество этих возражений сократить программа насыщенная так что вперед прежде всего совет будьте внимательны к тому что вы говорите часто новички на совершенно конкретные вопросы дают совершенно не конкретные неэффективные ответы и дело не только в словах но и в реакции правильном отношении к возражению как таковому часто не конкретный неэффективный ответ связан с непониманием подтекста вопроса гостя мы должны научиться этот подтекст то есть суть вопроса распознавать лучшим советом в этом случае будет такой в нашем деле главное говорить немного она целенно обдуманно говорить меньше но силой и уверенностью высказывайте не то первое что придет вам на ум а то что служит поставленной цели ваша встреча должна быть причина единой цели как раскрыть перед гостем новые возможности улучшения его жизни с помощью компании в которую вы его приглашаете и вашей команды показателем правильных результатов ваших действий будет подключение человека в вашу команду в этой связи можно рассмотреть несколько момент любое действие может быть эффективным и неэффективным мы конечно же заинтересованы в максимальном эффективности на единицу времени а это значит что не стоит превращать встречу в нескочаемую беседу четко как штурман наметьте ориентиры и вехи вашего разговора а затем уверенно и умело ведите встречу по заданному курсу однако поставив перед собой даже самую высокую задачу не будьте слишком серьезны и величественны реагируйте отвечайте на возражение легко и естественно хорошо если во время движения к вашей цели вас не покинет чувство юмора желаем вам также удачно обойти минные зоны в виде семи классических ошибок новичков в этом вам помогут семь полезных правил а именно первое во время телефонного приглашения гостя на встречу мы всегда уделяем внимание ее цели показываем важность будущей встречи да именно в телефонном разговоре мы уже закладываем первое отношение гостя к нашей будущей деловой встречи стоит избегать распространенной ошибки когда приглашаете человека на разговор о вашем продукте или дружескую беседу а при встрече вместо этого старайтесь всеми силами составить гостя подключиться к бизнес в чем смысл промоушена встречи так ли он нужен да нужен уже в телефонном приглашении мы подготавливаем гостя к тому чтобы он внимательно отнесся и к нам и к деловому партнеру мы настраиваем его на деловой разговор и на то важное что может изменить его жизнь в лучшую сторону мы не предлагаем просто прийти на чашечку чая или кофе мы ориентируем гостя на встречу с интересным важным для него жизни человеком и поэтому подчеркиваем особенность уникальность будущего разговора важно акцентировать внимание гостя на деловом аспекте например времени встречи ее начало без опозданий продолжительность в 30 40 минут мы подготавливаем приглашаемого человека к осознанию ценности времени людей занимающийся тем делом в который мы хотим его пригласить я познакомлю тебя с очень серьезным и успешным человеком поэтому будь вовремя и выгляди соответственно второе с самого начала встречи мы должны чувствовать себя олицетворением нашей компании а также ее и своей цели мы должны быть своеобразной визиткой нашего бизнеса правильно найденный вами имидж способен почти автоматически убрать огромное число возражений и сомнений которые обычно появляются от того что гость не осознает насколько серьезно то дело в которой его приглашают поэтому представитель нашей компании всегда безукоризненно одет пусть не роскошно но чисто и опрятно с чистой вымытой головой аккуратными ногтями вычищенной обувью его внешний вид и психологический настрой всегда позитивны знайте что первые впечатления бывает только один раз первый раз будьте уверены и дружелюбны спокойно смотрите в глаза говорите четко и с достоинством этот настрой обязательно передастся вашему гостю и избавить его от лишнего скепсиса или переживаний уделите внимание своей самооценке если она понижена гость интуитивно может почувствовать вашу неуверенность она может вызвать в ответ ряд его сомнений и возражений ваши слова и манера разговора должны выражать уважение к своей компании и бизнесу а также к себе потому что в ваших руках уникальная концепция решения многих злободневных проблем человечества цените себя как достойную уникальную личность люди ценят нас настолько насколько мы ценим себя сами чтобы научиться преподносить себя достойно на начальном этапе важно проводить рандеву вместе со своим вышестоящим партнером от него вы сможете набраться необходимого опыта вдохновения и нужного отношения к делу третье вы узнаете что интересует гостя они вас самих и концентрируйтесь на том для начала нарисуем знакомую картинку вы эмоционально рассказываете гостю о компании много говорите о том как вас вдохновляют тонкости маркетинг-плана насколько замечательные результаты использованы продукта вашей компании вашим соседом подачи иногда это занимает 30-40 минут беспрерывного монолога возможно этот монолог очень понравится вам лично своей уверенностью и энтузиазмом но оставить совершенно равнодушным вашего гостя почему да потому что вы не для себя проводите эту презентацию бизнеса перед вами сидит не вы лично от другой человек у которого есть свои проблемы важно не блистать красноречием а понять что волнует пришедшего к вам человека как вы можете ему помочь улучшить качество его жизни что поможет ему принять верное решение как действует в этом случае профи с помощью вопросов он узнает что интересно человеку какие у него потребности и проблемы и подсказывать ему их решение с помощью ответов помогите людям купить то что им нужно они продавайте им свое предложение не навязывать им то что вы хотите продать умение задавать такие вопросы и отличают профессионала от новичка например задайте гостю такие вопросы что вы хотите от жизни больше свободы денег путешествий можете ли вы позволить это себе сейчас нет что вам мешает если у вас желание увеличить свои доходы какая эта сумма в месяц хотите ли вы расширить круг друзей я вижу чтобы интересный творческий человек давайте вместе проанализируем что поможет вам улучшить качество вашей жизни мы наша компания и наша команда готова вам в этом помочь то есть спрашивайте о том что интересует гостя помогаете ему найти решение волнующих его вопросов через ваше сотрудничество такая открытость доброжелательность и стремление помочь значительно уменьшает количество возражений четвертое вы честно без фантазирования и приукрашивания отвечаете на вопросы гостя выясняете главную суть вопроса и старайтесь дать конкретный эффективный ответ не сочиняйте ответы на неожиданные вопросы на ходу если вы не знаете ответа честно скажите я сейчас не знаю правильного ответа на твой вопрос но я обязательно узнаю его для тебя пообещайте что ответите когда сами разберетесь при этом важно выполнить свое обещание найдите ответ на вопрос который был задан спокойно запишите вопрос гостя в свой блокнот а затем продолжайте разговор на первой же встрече может быть задан такой вопрос где мне брать людей для бизнеса в который вы меня приглашаете у меня маленький круг знакомых часто в основе такого возражения незнание принципов формирования рынка партнеров и у неуверенность гостя в своих силах эффективным ответом будет следующий вы задаете очень хорошие вопросы вы хотите узнать как приобрести новых знакомых чтобы вместе с ними заниматься прибыльным делом отлично давайте я вам покажу как формируется деловая команда главный секрет в том что она создается из тех людей которые хотят улучшить качество жизни мы подскажем вам где их искать часто звучит возражение сейчас у населения низкая покупательная способность у людей нет денег ответ не надо решать за других будет некорректным и неэффективным надо понимать что прозвучавший вопрос возражения может свидетельствовать о низкой самооценке гости излишней зацикленности на финансовых проблемах не умение посмотреть на ситуацию новым взглядом ответ может быть таким вам кажется что у людей нет денег а вы посмотрите на дорогие магазины города они открыты значит эти товары кто-то покупает значит у людей деньги есть и количество автосалонов и ресторанов говорит само за себя просто с такими людьми наши пути пересекаются редко но это вовсе не означает что людей нет денег можете немного шокировать гостя вопросом на вопрос да а кто вам это сказал эффективным ответом может быть и такой вы затронули очень хороший вопрос скажите а вы хотите чтобы у вас были деньги да вы не одиноко в своем желании существует большое количество людей которые хотят того же в нашем деле мы сотрудничаем в первую очередь с такими людьми у которых есть большое желание быть финансово успешными вы знаете таких давайте познакомим их с нашим бизнесом пятое вы не стремитесь уговорить гостя войти в ваш бизнес вам придется не раз выслушивать такое возражение ваше предложение не для меня вот если бы я была молода вы должны увидеть возражение страх выйти из зоны комфорта боясь неудачи а также неуверенность в себе поэтому можете задать гостю встречный вопрос а если бы вы были молоды что тогда что сейчас мешает вам заняться этим в нашей компании работает много людей такого же возраста и даже старше расскажите чью-либо историю успеха пригласите гости на презентацию и познакомьте с успешными людьми такого же возраста может быть возражение и такого типа я войду в ваш бизнес если ты одолжишь мне денег иногда такой вопрос сигнализирует об отсутствии доверия к вам и страхи быть обманутым но чаще всего за этим скрывается желание переложить ответственность за результат на вас и даже манипулирование вами некоторые новички склонны спонсировать человека своими деньгами это большая ошибка такой вариант должен быть полностью исключен практика показывает что проплаченные люди никогда не работают у них складывается психологическая установка что кто-то всегда за них что-то сделает у человека должна быть самостоятельная история вхождения в бизнес эффективным может быть такой ответ скажи почему ты хочешь чтобы именно я одолжил тебе деньги скажи какие вопросы вызывает у тебя недоверие я хочу чтобы мы начали этот бизнес как равноправные партнеры я например начал со своих денег и уже получаю отдачу шестое мы радуемся возражениям они прячемся от них на вопрос это сетевой маркетинг млм не эффективен ответ нет что вы имеете против сетевого маркетинга что в этом плохого вы должны четко понять что такой вопрос явился следствием незнания сути индустрии сетевого маркетинга и непониманием особенностей нашего бизнеса у человека может быть и неудачный опыт работы в какой-либо структуре млм и знакомства сетевым маркетингом по негативным статьям в газетах и журналах поэтому главное что стоит за вопросом это боязнь не обманут ли меня эффективным будет такой ответ да мы используем методы структурного бизнеса это сетевой маркетинг скажите а у вас раньше был опыт работы в этой индустрии и при необходимости можете добавить за последние несколько лет эта индустрия очень выросла стала легальной и прозрачной и что очень важно она стала конкурентоспособной в отношении классического бизнеса классический бизнес все чаще и чаще берет на вооружение опыт сетевого маркетинга потому что он эффективен я сам задавал этот вопрос раньше пока не понял что сетевой бизнес обладает столь мощной силой седьмое даже если гость очевидно ошибается в своих выводах мы не упрекаем его в этом сетевой маркетинг это бизнес несостоявшихся людей можете услышать вы новички часто делают ошибку кидаясь в атаку да вы что вы просто не понимаете этот бизнес это не так вы не правы в нашей компании работает много богатых и состоявшихся людей а профессионал может легко и весело рассмеяться в ответ и воскликнуть знаете я тоже думаю так сначала но оказалось что сетевой маркетинг дает такое большое количество богатых людей во всем мире что вы будете поражены что скрывается за подобным вопросом гостя часто он является показателем его возможной несостоятельности в нем сидит страх выглядеть смешным осужденным хорошим будет и такой ответ скажите а почему вы думаете что это бизнес несостоявшихся людей правда ли я понимаю вам интересно сможете ли здесь состояться вы приведите в пример своих лидеров скажите человека с доходом 1000 5000 10 тысяч евро в месяц можно назвать несостоявшимся я кстати могу вас познакомить с одним из них после того как вы примете решение или такой пример в ответ на возможный упрек приглашенного ты ищешь выгоду не следует обороняться да я пытаюсь вам помочь неужели вы не понимаете этого потому что на самом деле человека может интересовать возможность найти свою собственную выгоду он не хочет быть обманутым и возможно он пока не доверяет вам вариант эффективного ответа такой ищу ли я выгоду конечно а разве ты не хочешь найти выгодное для себя дело сейчас мы обсуждаем насколько это дело может быть выгодным именно для тебя также неэффективными будут любые ваши агрессивные доказательства и оправдания вам не в чем оправдываться у вас в руках ценнейший продукт мощная концепция бизнеса сильная команда единомышленников свои цели и решения действуйте иначе раскрепощайте раскрывайте человека заинтересуйте его своим делом и перспективы его развития чтобы ему очень захотелось оказаться вместе с вами в команде единомышленников сделайте так чтобы он начал спрашивать вас как преуспеть в вашем бизнесе как заработать первые деньги как войти в вашу команду итак мы рассмотрели семь ценных правил которые надо учитывать чтобы уменьшить количество возражений на встречах какие выводы можно сделать из всего сказанного самое главное будьте внимательны к собеседнику старайтесь понять что ему нужно учить и слышать подтекст возражения его скрытую суть наша задача помочь не просто ответить на возражение хотя бы как-нибудь задав обескураживающий встречный вопрос мы должны разгадав подтекст вопроса научиться выруливать из этой ситуации на позитив решение той проблемы которая и вызвала возражение гостя и так не прячьтесь от возражений не впадайте от них в кому коллекционируйте правильные ответы анализируйте с вашим вышестоящим партнером неожиданные и трудные вопросы поставьте перед собой задачу разобраться во всем вы должны сознать что возражения будут всегда но они не будут для нас проблемой если мы относимся к ним правильно позитивно реагируем на них легко и с достоинством в этом вам поможет и чувство юмора желаем вам общительности и целеустремленности